Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу начать новую серию каждодневных проповедей на тему нашей святости. Как мы освещаемся? С чего это начинается? Каков это процесс, к которому мы призваны? Эта тема святость очень важна. Она не просто важна, но это необходимое условие для того, чтобы попасть на небеса. К евреям 12 глава 14 стих. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Без святости мы не увидим Господа. В продолжении этой главы говорится о временах, когда мы припопадем на небеса со всеми святыми ангелами со всех времен и поколений. И мы будем в присутствии Бога. И без святости никто не увидит Господа. И мы все хотим увидеть Его, когда Он вернется за нами. Святость — это не теология. Это недалекая тема от нас. Это что-то очень важное для нашего понимания. Чтобы мы понимали место святости в нашей жизни. Для чего мы призваны? Что за этим стоит? Я хочу начать с книги Левит, 19 глава. Левит, 19 глава, 1 и 2 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я Господь Бог ваш».» Это призвание быть святыми начинается с Ветхого Завета, с Торы. Это не что-то только Нового Завета. Тот же Бог Ветхого Завета и Нового Завета. Тот же самый. И это я говорю для тех, кто, если вдруг кто-то совершенно не верит в Иисуса и случайно услышит это слово и не подумает, что это разные боги. Нет, это тот же Бог, Бог Нового и Ветхого Завета. И Он свят, и Он призывает нас освящаться, как мы видели в послании к евреям. И также мы можем это увидеть в Петра, первое послание Петра, первая глава. Симон, его еврейское имя. 13-16 стих. 1 Петра, первая глава, 13-16 стих. «Посему, возлюбленные, припаясав чресла ума вашего, бодрствуя совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явление Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с порежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого. И сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что Я свят». Мы призваны быть на всех путях святыми. И в течение всей этой серии мы будем говорить об этом. Что значит в каждой дневной жизни быть святыми? Но сначала мы положим основание через Слово Божие, о чем говорится. И снова мы здесь видим призвание быть святыми на всех наших путях, потому что Бог свят, наш Бог, Он Бог святой. В Исаии, в 6 главе, когда он видит откровение «Престол Божий» и вокруг Серафимы, и говорят «Свят, свят, свят, свят». Три раза они повторяют слово «Свят Господь Саваоф». И как мы видели к евреям, в 12 главе, 14 стихам, мы призваны освящаться, быть святыми. Мы, как люди, выходим из места греховного, нечистого. И мы призваны углубляться в нашу святость, стремиться к этой святости. Но что такое святость? Святость – это жизнь, которые отделены от мира и от греха этого мира, от нечистоты этого мира и посвящены Богу. Это и есть святость. Быть святыми – это быть принадлежащими Богу для Его служения, для Его славы, принадлежать Его воле, для того плана, который Он приготовил в нашу жизнь. Иногда мы представляем себе человек святой, это с глубоким голосом, с длинной белой бородой, который живет в какой-то пещере. Есть разные такие изображения святости. Нет, мы призваны жить в этом мире, но не быть причастными к Его чистоте, к Его греху, который находится в этом мире. Мы от этого отделены. И наша жизнь посвящена для служения Богу. Там, где мы находимся, на работе, в семье, в общине, в стране, там, где Бог нас призывает и открывает для нас двери. Сейчас я хочу дать пример из Писания, что значит чего-то, что совершенно не было свято, и вдруг стало свято, потому что оно стало принадлежать Богу. Исход, 25 глава, с 1 по 8 стих. И здесь то, что Бог призывает народ в пустыне делать приношения, золото, серебра, меди, дерева, кожи, разные вещи, которые должны были, приоритетим были какие-то украшения, и они стали посвященными Богу, для служения, что они стали частью скинии и служения Богу. Исход, 25 глава, с 1 по 8 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношения, от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношения мне». Здесь Бог говорит, «Я не заставляю вас, тот, у кого есть на сердце, он приглашает делать приношения». И это великая привилегия дать свою жизнь Богу. И даже нет слов достаточно, чтобы объяснить величие этой привилегии сложить Богу, быть принадлежащим Ему. «Вот приношения, которые вы должны принимать от них, золото, серебро и медь, и шерсть голубую, пурпурую, и червленую, и весон, и козью, и кожи бараньи, и красный, и кожи синие, и дерево сетим, гелей для светильника, ароматы для елея помазания, и для благовонного курения, камень оникс, и камень вставный для эфода, и для перстника. И устроят они мне святилища, и будут обитать посредине их». Это все те вещи, которые помогли Весалиилу и другим приготовить и построить скинию, все части скини. И для того, чтобы сделать жертвенник, ковчег, завета, умывальники, и саму скинию, и дворы, и все те столбы, которые были, все, что было в скинии. И это все стало святым, потому что скиния святая. И давайте прочитаем в Исходе, 30 глава, 22, 29 стих. И давайте прочитаем, что здесь написано. «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирный, сматочный 500 сиклей, как корицы благовоний, половину против того, 250 тростника благовонного, 250, кассии 500 сиклей, по сиклю священному, и масло оливкового гин. И сделай из всего мира, для священного помазания, масть составную, искусственную составляющую масти. Это будет мира, для священного помазания. И помажь им скинию собраний, и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальники под ножи его, и освети их, и будет святыня великая, все прикасающееся к ним осветиться. Все то, что принесли, они стали святыми. Что сделало их святыми? Какой-то кусок дерева, или какой-то кусок кожи, который был частью чьей-то палатки. Ткани, которые обычными тканями были, украшения, вдруг все... И когда это стало посвящено Богу, принесено Ему в жертву, и у каждого появилось свое назначение в скинии, и этим пользовались только в скинии. И тогда это стало святым, посвященным только для служения Богу. так же и наша жизнь. Мы призваны быть отделены от этого мира, от греха этого мира. Мы в мире, мы работаем, мы учимся, мы платим налоги, мы служим в армии, мы заботимся о наших семьях, воспитываем детей, обеспечиваем наши семьи, но мы отделяем себя от нечистоты, от греха этого мира, и посвящаем нашей жизни. Не для того, чтобы собирать богатство, или какую-то себе славу, или для каких-то развлечений. Нет, наша жизнь прежде всего посвящена Богу в каждой сфере жизни, как мы будем дальше. Любая сфера нашей жизни, мы хотим проверять ее. Если я отдал эту сферу жизни Богу, если она посвящена Ему, потому что я хочу, чтобы это было освящено для Бога и посвящено Богу. Это было небольшое вступление, для этой серии. И дальше мы увидим тот путь, который ведет к освящению. И пускай Бог благословит вас и запечатлите эти слова в вашем сердце, потому что это важные вещи в глазах Бога. И очень важно, чтобы они были важными для нас. Благословляю вас во имя Иисуса Христа. Продолжение следует... Продолжение следует...